Слово митрополита Антония Сурожского Притча о Сеятеле Во имя Отца и Сына и Святаго Духа Мы сегодня слышали в Евангелии притчу и можем себе поставить вопрос Что же такое притча? Притча это не рассказ, не иллюстрация какой-нибудь мысли Это призыв и можно было бы даже сказать Это вызов нам задуматься над тем, что в ней сказано Сегодняшняя притча в этом смысле очень ясная Христос дает четыре образа, которые соответствуют состоянию человеческой души Мы слышим Слово Божие, слышим его в Евангелии Слышим его в молитве, слышим его даже в своем сердце Когда наша душа, наш ум говорят нам Божию правду Как мы на это будем реагировать? Образы, которые дает Христос, да, это образы Но они идут гораздо дальше того, что в них сказано Некоторые слова падают на дорогу Порой мы слышим новое слово из Евангелия или просто от человека И в тот момент нам оно кажется хорошим, интересным Но мы заняты другим И пока мы откладываем время задуматься над ним Приходят другие мысли, которые отнимают от нас даже воспоминания о том, что было услышано Порой бывает, что слово евангельское или добрые человеческие слова падают в тернии То есть мы их слышим посреди забот, посреди волнений нашей жизни Мы заняты совсем другим И как бы издали до нас доносятся какие-то святые слова Но они заглушаются шумом этой жизни И мы не успеваем остановиться на них Порой бывает, что эти слова падают на каменную почву Это очень страшно Со мной это раз случилось так страшно, так жутко, что я этого забыть не могу Я вышел читать Евангелие То есть произносить перед вами для себя и для вас слова самого Христа И ничего и сказанного им до меня не дошло Когда я вернулся в алтарь, я подумал Как могу я сказать проповедь на слова, которые до меня вовсе не дошли На которые отозвался, как бы говоря, Спасителю Ты напрасно говоришь то, что мне говоришь Меня это не касается, мне неинтересно Представляете себе этот ужас И я вышел на проповедь и так и сказал Я сказал честно, что Христос говорил со мной И все, что я мог Ему ответить, это То, что ты говоришь мне Мне неинтересно До души моей это не доходит Даже ума не касается Это для меня просто пустой звук И мне стало страшно Как я перед Господом могу стоять в молитве церковной Руководит этой молитвой Когда эти слова, христовые слова, обращенные ко мне лично Остались во мне как бы пустым звуком И я обратился тогда к верующим и сказал Подумайте, бывало ли с вами, что вы читали Евангелие Слышали добрые слова Не только в проповеди, но от родных, от друзей И единственный отзвук, который у вас был Это, ох, отстань, мне сейчас не до этого Я устал, у меня другие заботы, другие мысли Или просто я сейчас не в состоянии даже почувствовать то, что ты мне говоришь Отойди Случалось ли с кем-нибудь из вас такое страшное А вместе с этим это то, что Христос описывает в этой притче А иногда бывает, что слово падает на добрую почву То есть коснется нас Ударит нас в самую сердцевину нашей души И тогда все изменяется Так случилось с каждым из апостолов С каждым из святых С каждым из грешников, которые в свое время отошли от греха И стали новыми людьми Подумаем об этом Кто я сегодня? Каменистая почва, которая отбрасывает каждое услышанное слово Дорога, по которой ходят, ходят, ходят Или душа моя исполнилась такими заботами, такими тревогами, интересами Что слова Христовые представляют собой только малую долю того, что я слышу И в сущности в жизни есть столько более замечательного Поэтому мне один священник раз сказал Читай Евангелие каждый день Потому что ты будешь меняться с каждым днем Один раз ты будешь каменистой почвой В другой раз твоя душа будет как бы заполнена тернием В другой раз придорожная пыльно слоится А в какой-то день Неожиданно для тебя Эти слова тебя коснутся И окажутся новой жизнью Аминь Сегодня особенный день, когда мы, с одной стороны, читаем эту дивную притчу о сеятеле О размышляемых плодах, которые Слово Божие приносит в жизни каждого христианина Но и сегодня тот долг нашего уважения, нашей любви, который мы отдаем тем людям Которые пострадали за Господа нашего Иисуса Христа в непростые для нашего Отечества время Сегодня особый день памяти тех, кто приставился в годы советских гонений Кто погиб в лагерях Кто был замучен на Бутовском полигоне И среди этих имен есть и имя нашего настоятеля в 20-х годах Протерея Дмитрия Крылова Он не причислен к лику святых О нем я рассказывал в своей вчерашней небольшой беседе После всеночного гдения Можете послушать это на нашем телеграм-канале, в ютуб-канале И сегодня после благодарственных молитв мы воздадим наш долг памяти Всем тем, кто мученически, трагически скончался в эти непростые годы, в эти страшные годы Помолимся и о покоении Отца Дмитрия И о других множествах жертвах вот этой страшной, страшной государственной машины Которая раздавила так множество людей, среди которых было множество православных христиан Люди просто исповедовали свою веру, смиренно были церковными людьми И приходили, молились в храм, пели в храмах Божих Священнослужители служили свою службу Божию Но в лице государства они оказались преступниками И пострадали от, так сказать, вот этой страшной машины И после благодарственных молитв мы в центре храма соберемся на заупокойную литию Во время которой совершим наше поминовение Причастники, вас благодарим Господа за дар Святой Евхаристии Слава Тебе, Боже! Слава Тебе, Боже! Слава Тебе, Боже!